В столицу региона приехали передовики производства со всей Кубани. Их наградили медалями, памятными грамотами и почетными званиями заслуженных работников сельского хозяйства. Отрасль животноводства без преувеличения стратегическая для Краснодарского края, обратился к аграриям Вениамин Кондратьев. Животноводство разное пережило и в стране, и в нашем крае. От откровенного упадка, разорения до сегодняшнего первого шага с надеждой, что животноводству на Кубани быть. И результаты сегодня уже есть. Мы сегодня занимаем третье место в России по молоку. Пошли инвестиции в свиноводство. Стали строиться новые фермы, расти поголовье. Птицеводы тоже не отстают. По итогам прошлого года мы заняли четвертое место в России по количеству яиц. И пятое по птице. Эти результаты последних двух-трех лет. И знаете, они в первую очередь получились, потому что есть вы. Конечно, сегодня государственная поддержка очень важна, чтобы мы на самом деле сохранили, развили и в дальнейшем были уверены в животноводстве нашего края. Полтора миллиарда рублей – это была господдержка прошлого года. Я уверен, в этом году она будет не меньше, и, конечно, мы ее будем наращивать. Безусловно, мы будем субсидировать и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы. Потому что и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы вносят серьезный вклад в экономику своих территорий. Законодательное собрание и органы власти Кубани на особым контроле держат развитие агропромышленного комплекса. И особенно развитие животноводства. Это новая точка роста. А развитие возможно, когда есть государственная поддержка. Именно поэтому в марте прошлого года законодательное собрание во взаимодействии с администрацией края был подготовлен и принят краевой закон о развитии животноводства. Также на празднике наградили чемпионов краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе. За рекордные показатели победителям вручили ключи от автомобилей.